Возраст участников от 5 до 16 лет. Как держатся в седле самые маленькие, расскажем в ближайшие несколько минут. В эфире телеканала ТВКОМ, международная программа «Середина земли». Сегодня с новостями соседей Бурятии вас познакомлю я, Юлия Кожевникова. Коротко о главных темах выпуска. Более ста юных наездников в Иркутске прошли соревнования по конному спорту среди самых маленьких. Девичьи судьбы войны. В свет вышла книга ученых из щиты Натальи Константиновной и Ольги Шарак. Быть в числе лидеров. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках 61-й сессии законодательного собрания огласил ежегодное послание парламентариям и общественности. Глава региона подвел итоги минувшего года и обозначил основные направления государственной политики на 2018-й. О некоторых важных моментах – следующий материал. Своё послание глава региона Сергей Левченко начинает с бюджетных показателей. Здесь, у Иркутской области, хорошие результаты за два года удалось увеличить казну при Ангарии на 30 миллиардов рублей. Качественно новые высокие параметры регионального бюджета позволили существенно увеличить финансирование расходных обязательств Иркутской области. И в первую очередь средства были направлены на социальную поддержку граждан. С 1 января 2019 года начнут действовать новые преференции этой ежемесячной доплаты всем труженикам тыла. Компенсация по оплате жилья инвалидам первой группы в размере 50%. До 2021 года включительно продлено действие регионального материнского капитала. Полагаю, что эффективность – это тот принцип, которым должны руководствоваться наши управленцы в ежедневном режиме. Поручаю председателю правительства представить планы повышения эффективности по главным направлениям расходования бюджетных средств. Хочу подчеркнуть, что эффективность в данном случае – это не бездумное сокращение расходов или так называемой оптимизации численности, а повышение эффекта от каждого потраченного бюджетного рубля за счет новых технологий и рациональных решений. Что касается итогов прошлого года, здесь важная роль у сельскохозяйственной отрасли. Начата программа по освоению целины Иркутская область лидирует по урожайности зерновых культур в Сибирском федеральном округе. Теперь нашу пшеницу будут отправлять на экспорт. Как отметил Сергей Левченко, в регионе остро стоит вопрос строительства и переоснащения молочно-товарных ферм. Разработка мероприятий по их модернизации в числе поручений профильному министерству. Всего в этом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей будет выделено более 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Уже уверенно можно говорить, что в сельском хозяйстве региона наблюдается системное улучшение ситуации. Внедряются новые технологии, создаются кооперативы, используется передовой опыт соседних регионов. Выделяется дополнительное финансирование из федерального и областного бюджетов. Индекс объема производства сельхозпродукции в 2017 году составил 100,4%, то есть рост объемов на 700 миллионов рублей. Это хороший результат. Хорошие бюджетные показатели позволили при Ангаре выйти на рекордные объемы строительства социальных объектов. Сейчас строятся 53 школы, 26 детских садов, 43 спортивных объекта и 54 объекта здравоохранения. Это в разы больше, чем два года назад. В планах возведение дворца зимних видов спорта, радиологического корпуса онкодиспансера, центра спортивных единоборств и детского многофункционального медицинского центра. Сергей Левченко также отметил, нужно увеличивать и объемы жилищного строительства до полутора миллионов квадратных метров в год, поскольку для каждой семьи региона крайне важно иметь свое жилье. Скажу честно, сейчас обеспечить значительный рост вводимого жилья сложно, потому что рынок не растет, цены на новые жилья для многих жителей, как говорят, кусаются. Предлагаю правительству в области разработать комплекс мер по стимулированию спроса на рынке жилищного строительства. Также предлагаю подумать о мерах, позволяющих снизить стоимость квадратного метра. Оглашение послания длилось около полутора часов, завершил свое выступление Сергей Левченко цитатой персидского поэта. «Один язык у нас, а уха два, чтоб слышать много, но беречь слова». И призвал всех беречь слова, но не беречь силой, чтобы сделать Иркутскую область процветающим, крепким и развивающимся регионом. В мастерстве управлять лошадью эти всадники дадут фору даже любому взрослому. И пусть им до 16 лет. В Иркутске стартует соревнование по конному спорту среди детей. Самым младшим наездникам всего 5 лет. О том, как юным спортсменам удается справиться со взрослыми спортивными лошадьми, расскажет Владимир Пиханов. Даниматься хорошо на лошади и на соревнованиях хорошо выступить. Семилетняя всадница Соня готовит кобылу по кличке Муза к тренировке. Пусть она едва дотягивается до головы животного и в этом виде спорта всего полгода, однако верхом на лошади уже чувствует себя увереннее, чем на велосипеде. На одной из конных прогулок по Листвянке девочку заметил тренер Иркутского ипподрома и пригласил к себе. Теперь в конюшне Соня проводит все свободное время. В паре с Музой наездница вторую неделю, но этого времени им хватило, чтобы найти общий язык, что немаловажно для спортсменов. Мне нравится скакать на ней голубым. Мне нравится, что она всегда меня слушается. Если она сопротивляется мне, то я ей говорю, нет Музы, так делать нельзя. И таким образом мы с ней начинаем дружить. Лошадь для Сони подобрались с мирную. За время сборов она ни разу не дернулась. Иногда будто чувствуя, что девочка не может дотянуться до узды. Муза даже опускала голову вниз. В других случаях, к примеру, сесть в седло. На помощь приходит бабушка Сони. Мало того, что она вообще сама по себе любит животных. Тут она же и лошадку и чистит, и копытце ей чистит, и расчесывает она ее. И по большому счету, да, она просто стала взрослее как-то. Серьезнее стала девочка наша. Соня готовится выступать на первых в своей жизни соревнованиях – городском турнире по конному спорту среди детей. Он пройдет в Иркутске в пятый раз. В программе «Конкур» – бег с препятствиями и выездка, где необходимо показать мастерство управления лошадью. Правильность преодоления препятствий. Высоты небольшие, но здесь акцент делается на технику. Суббота полностью посвящена дисциплине выездка. И воскресенье полностью день посвящен дисциплине конкурс, начиная от маленьких препятствий высотой 70-60 см и заканчивая 100-110 см. Всего участия в конных соревнованиях примут более 100 юных наездников в возрасте от 5 до 16 лет. Дети младше 7 лет в целях безопасности будут соревноваться на пони. Выпуск международной программы «Середина земли» продолжат корреспонденты из Забайкальского края. Информационный обзор самых интересных событий региона представит Анжелика Гришина. Здравствуйте, коллега. Более 40 машин скорой помощи разместят вдоль дорог Забайкалья. Мера призвана сократить время прибытия к месту ДТП. Расскажите, сколько карет заступили на дежурство в прошлом году и долго ли приходится ждать врачей сейчас? Здравствуйте, Юлия. В течение 2017 года было размещено 15 дополнительных автомобилей. Сейчас ведется аналогичная работа по максимальному охвату региональных трасс. По информации Министерства здравоохранения окрая, сейчас скорой помощи требуется 15 минут, чтобы доехать до места ДТП. К другим темам. Девичьи судьбы войны. Такое название получила книга Натали Константиновой и Ольги Шарак. В книге истории 38 героинь, чье детство и юность выпали на годы Великой Отечественной войны. Не всем из них пришлось воевать, но каждой есть что вспомнить. О том, как рождалась идея проекта и девочках, чьи судьбы стали историей Забайкалья, смотрите в нашем следующем сюжете. Идея собрать очерки о жизни юных забайкалок, чье детство омрачила война у авторов проекта, родилась еще в начале 2000-х. Тогда в одном из краевых печатных изданий вышли сразу несколько материалов о девочках и девушках, которые рассказывали, как жили в глубоком тылу в Забайкалье, пока на Западе их братья и отцы сражались за родину. Кто-то воевал в молодом возрасте, получив профессию медицинскую, а кто-то и не воевал, кто-то и не стоял у станка. Просто жили, испытывали трудности войны, видели, как их родители, мамы, в основном бабушки, сталкивались с трудностями военными. Кто-то из них оставил свои рукописные воспоминания, мы, естественно, пользовались этими воспоминаниями с их согласия. Кто-то ввел дневнички свои, тоже пользовались этими дневничками. И нужно сказать, что здесь героини и те, которые уже ушли из жизни и 10 лет назад, поэтому мы черпали информацию от их родственников. Как оказалось, многие известные деятельницы науки и культуры начали свою жизнь, пока страна вела войну с фашистскими захватчиками. Среди них известный палеонтолог с мировым именем Софья Михайловна Синица и писатель, публицист и начинатель забайкальской журналистики Ада Леонидовна Забелина. Наравне с известными героинями книги стали и простые женщины, чьи фамилии неизвестны широкой общественности. Вся книга насыщена фотографиями, а сложности заключались в том, что, конечно, фотографии того периода, как правило, не сохраняются. Если сохраняются, то неудачного качества. Вот это сложность. Какими бы яркими ни были судьбы героинь, объединяет их одно – воспоминания о Дне Победы. Героини описывают 9 мая 1945 года ярким и солнечным. Одни узнали об окончании войны на школьных занятиях, а другие – и вовсе на картофельном поле. Третьи бежали домой, чтобы поделиться радостью с родными. Несмотря на то, что в книге всего 38 героинь, она описывает жизнь сотен людей, говорит Наталья Николаевна Константинова. Ведь воспоминания этих девочек – это не просто слова. Это история Забайкалья. Анна Хвостова, Андрей Шаронов. Середина земли. Забайкальский край. Апрель в самом разгаре, но уже сейчас весь город готовится к празднованию Дня Победы. Что нового ожидает четинцев в этом году, узнавали мои коллеги. Подготовка к празднованию Дня Победы в Доме офицеров началась еще в январе. Четинцев ждет множество новых площадок. Расширяется танцпол и реконструируется сцена. Теперь здесь будут гримерки для артистов. Парк «Адара» от 9 мая начнет свою работу в 8 утра. Как рассказал директор Дома офицеров Сергей Жеребцов, абсолютно на всей территории парка будут проходить тематические мероприятия. Будет работать более 10 тематических площадок. Это будет и сборка-разборка автомата Калашникова, и библиомобиль, и большой экран будет установлен с показом кинохроники фронтовых лет. Концерты детских коллективов, других творческих коллективов города также пройдут на площадках парка Дома офицеров. Ну и военный духовый оркестр днем будет играть для ветеранов на танцплощадке музыкальная беседка. Работа кипит и в гараже. Опытные механики доводят до ума старинные автомобили. Они будут представлены на параде военной техники 9 мая. В этом году к колонне присоединится еще один вид транспорта – мотоцикл М-72. Он полностью реконструированно оснащен ручным пулеметом Дегтярева. Тоже, кстати, настоящим. Максимальной реалистичности пытаются добиться и местные костюмеры. 73 комплекта формы для сотрудников учреждения, которые также пройдут по площади во время парада, уже готовы. Остались лишь детали. Но наиболее значимыми среди них являются все же настоящие образцы формы. На мне сейчас самая ценная часть коллекции – гимнастерка образца 1945 года. От пошитых позже ее отличает грубая ткань. Здесь даже видно отверстие от награды. И костюмер отметила более грубую обработку нижнего шва. Конечно, чувствуется, что это история, что это победа. Особенно, когда выстраиваемся уже перед парадом. Мы обычно делаем смотр, и душа радуется. Все красиво, на всех все сидит. Для любителей искусства в преддверии Дня Победы также готовят множество интересного. Например, диорама, на которой художник изображает эпизод Манчжурской стратегической наступательной операции советских вооруженных сил в Советско-японской войне 1945 года. Рабочее название картины – штурм Хайларского укрепрайона. Ее площадь – 33 квадратных метра. Рисовать войну сложно, признается мастер. Важна не только техника и подача, но и эмоции, которые вызывают у зрителя произведения. Это колоссальная работа. Здесь требуется колоссальный опыт художника, как технический. И вообще тут, я не знаю, тут очень много работы, и поэтому тут надо все свои ресурсы включать. И действительно, чем дольше вглядываешься в полотно, тем больше видишь деталей. На переднем плане в глаза сразу бросаются медсестра с раненым бойцом и солдаты возле боевого орудия. Чуть дальше – столкновение пехотинцев советской и японской армии. Еще дальше – зенитное орудие. Ну а пока в мастерской кипит работа, на улице тренируются юно-армейцы военно-патриотического клуба «Патриоты Забайкалья». Именно им выпала честь во время парада нести копию Знамени Победы, площадь которой – 200 квадратных метров. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Китая. Они уже с нами на связи. Здравствуйте. О чем вы готовы рассказать нам сегодня? Здравствуйте. Конечно, на самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем, в Сыдесян Джунань. 200 дней до старта в Шанхае пошел обратный отчет времени до начала первой китайской международной импортной выставки. Пройдет экспозиция с 5 по 10 ноября. И участие в ней примут около 2000 компаний. Экспозиция будет включать региональные павильоны торговли и инвестиции, а также зону корпоративных и бизнес-предложений. В рамках мероприятия состоится первый форум по вопросам международной торговли Хунцяо и другие дополнительные активности, включая встречи для установления контактов между поставщиками и покупателями, семинары и презентации новых продуктов. На данный момент 61 страна подтвердила свое участие в ярмарке. «Развитые страны и компании из списка Fortune 500 на нашей ярмарке представят в основном высокотехнологичную продукцию, как, например, автомобили. Предприятия из развивающихся стран и стран пояса и пути привезут в Китай много продуктов питания и сельскохозяйственных товаров. Вся эта продукция найдет своего покупателя». А на выставку предприятия и бизнес около 1700 компаний подали заявки. Причем 900 подтвердило свое участие из них и компаний из списка Fortune 500. Треть всех участников из «Развитых стран», еще треть из «Стран пояса и пути». Фильмы прошлого века в формате 4К. В рамках Пекинского международного кинофестиваля зрители увидят шедевры китайского кинематографа в ярком цвете и высокой четкости. Работа по переносу одного фильма с пленки в цифровой формат занимает около года. Все этапы реставрации наблюдала наш корреспондент Василий Солукашевич. «Мы находимся в архиве китайского кино. Здесь хранятся более 30 тысяч китайских фильмов. И самый старый датируется в 1921 году. Они в пленочном формате, поэтому хранятся вот в таких металлических кейсах. Один фильм может храниться в нескольких таких коробках. Главная задача специалистов сегодня – это перевести их из пленочного формата в современный формат 4К. Этим они и занимаются. Здесь проходит первый этап. Сейчас мы узнаем у специалистов, в чем его задача. Здесь мы проверяем целостность пленки, ищем царапины, разрывы и склейки. Здесь проходит второй этап работы с пленкой, которую ребята между собой называют стиральная машина. Потому что действительно пленка здесь очищается в специальном аппарате с помощью химических реагентов. Ну что, попробуем очистить. Мне сказали нажать одну кнопку. Ну что, переходим к третьему этапу. Я для себя его называю перемещение во времени, потому что здесь мы из пленки переходим в цифровую эпоху и будем цифровать наш фильм. Главная задача – перегнать информацию с пленки на компьютер в самом высоком качестве. Для этого требуется в два раза больше времени, чем продолжительность фильма. Мы находимся в цифровой лаборатории китайского киноархива. Именно здесь специалистам удалось перевести в формат 4К уже два старых китайских пленочных фильма. Один из специалистов, кому это удалось, это китайский по имени Юэ. Сейчас он нам покажет, как выглядел фильм до и после его работы. Благодаря новым технологиям обрела новую жизнь драма 1984 года «Жёлтая земля», которая в своё время завоевала премию Британского института кино. На реставрацию фильма в формате 4К нужно гораздо больше времени. На фильм формата 2К, разрешение которого по вертикали и горизонтали вдвое меньше, требуется несколько недель. А для воссоздания, например, «Жёлтой земли» в 4К ушёл целый год. Причём здесь работала группа из десяти человек. Спасибо, хорошо. Специально для работы над фильмом информатики 4К был разработан китайский софт. Ну, а здесь вот как раз находится эта самая группа людей. И у каждого есть своя зона ответственности. Давайте мы подойдём к девушке по имени Лиу Ян и узнаем, в чём же заключается её работа. «Моя работа в основном заключается в покадровой кинореставрации. На каждом кадре есть пятнышки, царапины и другие дефекты, которые нужно убрать. Для исправления одного кадра мне нужно около 20 минут. Через меня прошли сотни тысяч кадров, которые нужно проверять снова и снова». Имейте в виду, для формата 4К количество кадров в секунду требуется увеличить в несколько раз. Это будут уже не плёночные плавные 24, а всех 60 кадров. Ну и это ещё не всё. Один из последних этапов проходит в небольшом кинозале, где фильмы 4К показывают на большом экране. И как бы примеряют на него, потому что цвет – это очень важно для современных кинотеатров. Здесь есть специалист по имени Сунь Фэн, и она расскажет, в чём особенность её работы и в чём же сложность. «Моя работа – раскраска фильмов. У меня каждый раз масса вопросов. К примеру, на плёнке эта сцена выглядит так, словно действие происходит днём. Но создатели говорят, что по задумке должна быть ночь. Тогда не было современных технологий передачи «Цвета сумерек». К тому же сама плёнка постарела. К сожалению, нам не всегда удаётся связаться с создателями фильмов и уточнить детали, но это отдельная работа». «Сегодня в Китае трудно найти плёночный кинопроектор для показа старых фильмов, а значит, фильмы прошлого века сложно показать современным зрителям. При этом мы продвигаем проект цифровой реставрации, чтобы защитить свою культуру». Теперь не проблема увидеть старые китайские фильмы в чистейшем качестве в кинотеатрах или даже с экранов своего мобильного. Всё для того, чтобы сохранить культурное наследие для современного человека и человека будущего. Василиса Лукашевич, Ван Ильин, Си-Джи-Тен. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА